Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Традиционное оперативное совещание провел временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов. Есть задача наладить полностью работу. Весна – время перемен. Под таким девизом в начале апреля стартовали муниципальные субботники. Это, наверное, порыв души. Выйти в субботу в хорошую погоду и убраться. В Видном во Дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню труда. В этот день мы по традиции отмечаем заслуги тех людей, которые своими результатами, своим делом добились успеха в своей профессии. Месячник благоустройства, прививочная кампания, качество работы управляющих компаний – эти и другие вопросы сегодня обсуждались на традиционном оперативном совещании временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа с руководящими должностными лицами муниципалитета. Подробнее расскажет Юлия Пагасьян. В Ленинском городском округе наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. На этом фоне остро стоит вопрос массовой вакцинации населения. В рамках оперативного совещания главы муниципалитета с докладом о ситуации вокруг прививочной кампании выступила заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции привито 12 475, что составляет 16% от плана и 9,7% от численности взрослого населения. С прошлой недели мы начали выезды в СНТ со вторника по сельским поселениям. Утвержден график выездов медицинских работников. Он был предоставлен начальником ТЭР управлений. За неделю было осуществлено 6 выездов, 12 СНТ, привито всего 19 человек. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов отметил, что необходимо более эффективно информировать население о вакцинации, проводить работу со старостами деревень, выезжать на предприятия, устраивать разъяснительные лекции. В ходе оперативного совещания Дмитрий Абаренов обратил внимание на вопрос работы управляющих компаний. На днях будет опубликован рейтинг. Тем, кто не справляется с поставленными задачами, придется покинуть муниципалитет. Нет задачи никого выгонять. Есть задача наладить полностью работу. Если все будут работать идеально и находиться в зеленой зоне, значит будут работать все. Если кого-то наши правила игры не устраивают, значит они будут покидать Ленинский округ. И в приоритете будут в любом случае жители. И они индикатор вашей работы. Продолжается месячник благоустройства. Весь апрель, каждую субботу в округе проходят централизованные субботники. Помимо этого, после суровой зимы муниципальная организация «Дорсервис» в ежедневном режиме приводит территорию в надлежащий вид. Началась череда комплексного благоустройства дорог, территории ремонта дорог, как ямочно, так и планово. Поэтому, значит, попрошу всех руководителей, депутатский корпус на местах проводить работу с местным населением. О том, что, ну, мы также проводим, значит, работу о том, что это неудобно, но в итоге это даст хороший результат. Александр Петрович, я прошу не останавливаться ни на секунду. Вопросов у жителей по содержанию территорий очень много. Ну, это обосновано абсолютно. Но мы в кратчайшие сроки должны полностью вычистить всю территорию после зимней истории. Это красота нашего города, который две недели назад занял первое место в своей категории среди всех российских городов. Представители УМВД, Единой диспетчерской службы 112 и МЧС отчитались перед главой о происшествиях в округе за прошедшую неделю. Они отметили, что участились случаи поджога сухой травы. Сотрудники МЧС выявляют и пресекают подобные вещи. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин по поручению временно исполняющего полномочия главы округа Дмитрий Абаренова провел выездное совещание с руководителями подразделений, отвечающих за благоустройство в Ленинском округе. Все вместе они прошли по советскому проезду и посмотрели, на какие объекты инфраструктуры следует обратить особое внимание при подготовке к майским праздникам. Каждый из вас посмотрите своим взглядом, друг другу подсказывайте, что можно сделать такого и каким образом мы привлечем свои силы и средства. Вот субботник, который у нас будет называться общеобластным. Обход территории Альберт Гравин с руководителями различных муниципальных подразделений начал от торгового центра «Старая Прага». На площадке перед ним проблем хватает. Это и провалившиеся колодцы, и поврежденная пешеходная дорожка, и мусор, оставшийся после зимы. Мы говорим о том, что вот эта вот история, и до дороги сметает этот, как его надо смыть чем-то, да, Александр Петрович, а ваша служба уже дорога и, собственно, вот эта часть. Городская инфраструктура – вещь хлопотная. К сожалению, над разрушением ее элементов работают не только погодные условия, но и сами люди. На что обратить внимание в преддверии предстоящих майских праздников? Это задача сегодняшнего собрания. Но главная цель встречи – не только оценить состояние территории, но и назначить конкретного исполнителя по той или иной работе. Ведь зона ответственности муниципальных служб – вещь довольно сложная. Все сотрудники администрации наших учреждений и предприятий уже приступили к ежемесячному субботнику. Практически каждые выходные дни мы занимаемся приведением порядка и благоустройства. Финиш – это будет 27 апреля, то есть это будет общая областность по указанию Андрея Юрьевича Вавилова. Помимо непосредственно советского проезда осмотрели территорию вокруг кинотеатра «Искра». Стоит отметить, что в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции провести масштабное наведение порядка после зимы не смогли. Фронт работ большой, мы сейчас прошли, все это посмотрели и зафиксировали, и основные болевые точки выявили, поэтому работа ведется, и это хорошо. Акцент первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин сделал на состоянии пешеходных дорожек и тротуаров, малых архитектурных формах, поврежденных объектах и отсутствии травы на некоторых участках газонов. Все это будет восстановлено до 1 мая. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Весна – время перемен. Под таким девизом в начале апреля стартовали муниципальные субботники. На уборку вышли все – мамы с детьми, молодежь и люди старшего поколения. Одним из мест проведения стал овраг у 70-го дома на проспекте Ленинского комсомола. Овраг у 70-го дома по проспекту Ленинского комсомола – место проходное. Жители ближайших домов выгуливают здесь собак, дети через него ходят в школы, а видновчане сокращают путь к остановкам транспорта. Ежегодно весной здесь проводят большой субботник, ведь мусора за зиму скапливается немало. Это, наверное, порыв души выйти в субботу в хорошую погоду и убраться. Иначе наш город зарастет в грязи. Либо его уберут чуть позже, чем мы хотели бы. На субботник вышло около 50 человек. Это и целые семьи, и молодежь, и сотрудники бюджетных организаций «Дорсервис» и «Энергия». Мы активно сотрудничаем с молодежью городского поселения нашего и всего Ленинского городского округа. Поэтому, когда мы проводим такие акции, молодежь с удовольствием подключается, всегда очень активно принимает участие в таких мероприятиях. Вооружились перчатками, граблями, мусорными пакетами и вперед бороться за чистоту города. Элеонора Носкова узнала о субботнике от подруги и, не раздумывая, решила участвовать. Это мой город, и я хочу, чтобы в нем было чисто. На уборку выходили и вместе с детьми. И, чтобы малыши не потерялись, с ними играл клоун Алекс. Ведь субботник – это не только про работу, но и про полезный отдых. Молодец, это тебе. Это тебе. Это тебе, друг. Это тебе, банка. Я же выслушаю. В минувшие выходные прошли последние муниципальные субботники, но уборка территории муниципалитета еще не кончилась. Впереди общеобластная акция. Она пройдет 24 апреля. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Битнет-ТВ. Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в деревне Лопатина задержаны двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них 598 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам исследования было установлено, что это героин, общим весом более 250 граммов. За что задержано? Блин, наркотики. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Злоумышленникам избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Во Дворце культуры города Видное прошел праздничный концерт, посвященный Дню труда. На мероприятии собрались лучшие работники муниципалитета и целые трудовые династии. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Все профессии нужны, все профессии важны, а настоящие мастера своего дела важны вдвойне. Именно таких лучших из лучших работников муниципалитета чествовали в Видновском Дворце культуры 16 апреля. В этот день мы по традиции отмечаем заслуги тех людей, которые своими результатами, своим делом добились успеха в своей профессии. От рабочих специальностей до мастеров высоких технологий. Теплые слова поздравления и благодарности сменялись награждениями отличившихся сотрудников предприятий муниципалитета. Каждый из тружеников действительно достоин и награды, и благополучия. Я поэтому желаю, чтобы каждый труд почитался, уважался и получал должное вознаграждение. Чтобы в ваших домах было тепло и уют. Чтобы ваши семьи жили счастливо и благополучно. Всех, каждого хочу поблагодарить. Вы все вносите свою толику в огромный вклад в развитие нашего округа. Среди награжденных слесарь-ремотник московского коксогазового завода Роман Юткин. На МКГЗ он трудится с 2003 года. Ремонтирует конвейеры и транспортеры. Вы любите свою работу? Ну, конечно, люблю. Иначе бы не работал, не проработал бы столько лет. Все нравится, все устраивает. Каждый день что-то новое, что-то интересное. Всего же награды от губернатора Московской области, Московской областной думы, Ленинского городского округа и Совета депутатов получили в этот день 39 тружеников муниципалитета. Очень приятно, что в эти майские такие будут праздничные дни. Нас решили отметить. Значит, наш труд ценен и как бы очень приятно это. После торжественной части виновников торжества ждала праздничная концертная программа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До свидания.